Привет, мои маленькие любители сладкого! Вы на канале Шакаяма. Мы сегодня готовим с вами снова сладость. Сегодня у нас на приготовлении очень удобный десерт крем-карамель. Итак, давайте пройдемся по продуктам. Что нам сегодня с вами понадобится? Сахар 150 грамм, как у меня тростниковый. Может быть обычный белый кристаллический, какой вам хочется такой и используйте. Не используйте только кокосовый и пальмовый, они просто сгорят, они не для этих дел. Это то, что нам потребуется для карамели. Что же нам потребуется для крема? Здесь 500 граммов молока, 80 граммов сахар и 3 яйца. Итак, нагреваем сотейник и засыпаем первую партию сахара. На разогретом сотейнике сразу же начинает плавиться. Мы растапливаем весь сахар, засыпаем следующую партию, растапливаем ее. Именно поэтому я и взял тростниковый, с ним проще, потому что обычный кристаллический бы уже горел и горчил. Все, я засыпаю весь сахар. Я его не помешиваю ничем, просто перекатываю его, даю ему там всему самому раствориться. Сразу же готовим наши формочки рамекины, в которых мы будем наш крем карамель отпекать. Сняли с огня, потихонечку вот так вот болтаем. Все, вот мы растворили наш сахар, растопили. Вот наш сахар, наша карамель. Теперь мы ее заливаем в наши рамекины тонким слоем. Не нужно делать толстый слой карамели. Теперь нам нужно подождать, чтобы она схватилась. Много времени ей не потребуется для того, чтобы застыть. Пускай она остывает себе дальше, а мы начнем подготавливать наш крем. Печку я уже включил, 130 градусов. Все, поехали, работаем! Значит, берем наше молоко, ставим его на плиту и включаем, пускай греется. Разбиваем сюда яйца, разбили, засыпаем сахар. Засыпали. Берем венчик. Все перемешиваем. Не нужно очень активно это все взбивать. Нам не нужна лишняя пена, нам ее потом убирать придется. Если вы этот крем карамель потом будете давать детям, ром надо добавить сразу, чтобы от горячего молока лишний алкоголь бы испарился. Вот смотрите, у нас все закипело молоко, забурлило-закипело, выключили, влилили в яйца. И перемешали. Вот всю вот эту пену, которая здесь собралась, ее придется убрать. Но я вам покажу маленькую хитрость, как это можно сделать. Теперь мы сюда можем добавить ром. Итак, я вам обещал лайв хацк показать. В общем, вот наша масса. Видите, сколько пены. Эта пена нам не нужна. Вот наши готовые ромикинчики. Они стоят в своей будущей водяной бане. Нам понадобится такая штука, чтобы удобно разлить. Вот эта штука, чтобы процедить. Процедить необходимо. Там могли свернуться маленькие кусочки желтка. Поехали! Берем, отсаживаем. Все, теперь разливаем по нашим ромикинам. Ну, льете столько, сколько вам хочется. Я буду лить практически до самого края. Вот так вот. Ну и все отлично, как в аптеке. Теперь нам нужно убрать вот эту пенку сверху. Для этого нам потребуется горелка. Просто слегка проходимся по поверхности. Теперь вода. Наливаем так, чтобы вода дошла примерно до половины наших ромикинов. И теперь отправляем в духовку. Аккуратно, не расплескиваем. Вот так. И закрываем. Все, у нас стоит таймер. 45 минут. Через 45 минут мы проверим. Я вам покажу, как и если он готов, мы его вытащим. А если не готов, не вытащим. Все, вернемся через 45 минут. Прошел час. Я добавлял немного времени. Сейчас я вам покажу, я его сейчас отсюда достану. Вот крем-карамель. Видите, желешка, как будто бы он там схватился. Как я вам всегда и говорил, нужно пристреливаться к своей духовке. Может все отличаться. Я вам даю базовые 130 градусов 45 минут. Обзор на мою духовку здесь будет ссылочка. Проходите, посмотрите. В общем, когда мы отпекли наш крем-карамель, мы должны его убрать в холодильник, чтобы он полностью остыл. Время остывания будет зависеть от вашего холодильника, но минимум час должно пройти. Наш и ваш крем-карамель уже остыл и пришло время его достать из рамякина и посмотреть вообще, что получилось. Как его доставать? Берем нож и аккуратненько проходимся по краю, так вот, просто вот срезая его с краешка, вот так вот, раз, опс, в общем крем сразу же с карамельным соусом. Давайте отрежем кусочек. Смотрите, какой джиггл-джиггл. Отрезаем от него кусочек. Идеально ровная текстура. Это просто космос. Лучшее, что можно сделать из молока с яйцами. Серьезно вам говорю. У нее очень классная нежная текстура, то есть такая желешка без желатина. Получился у нас восхитительный десерт. У вас он получится тоже, будьте в этом уверены. Не бойтесь! Пробуйте! Добавляйте разные специи, пряности, другой алкоголь, ароматизаторы. Ну, натуральные только, очень вас прошу. Оставайтесь с нами, следите за нашими новостями, лайкайте и комментируйте все наши видео. И обязательно рассказывайте о нас друзьям, чтобы они тоже могли бы наслаждаться той вкуснятиной, которой наслаждаемся мы с вами. И до скорых встреч! Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok